хай ой с вами шамики и мы проходим игру продолжаем проходить игру даже и так скажу который называется лир эфир я эту игру играл еще два года назад я тогда собрал один элемент это кожа давайте немного предысториям играя расскажут нам про художника который решил вернуться в старый дом как вы понимаете мы пришли чтобы закончить картину не видно тут стеклышко давайте посмотрим что я уже нашел да за предыдущие две серии ну все короче там больше нет ничего ненавижу даже сейчас потерянным ты это заслужил закончили это имеется ввиду картину как вы понимаете у нас каждая голова или уровень это кусок чего-то то есть на данный момент у нас кожа сначала искал холст необычный холст и надо было найти нож не тот который режет хлеб нужен был острый как бритва так что я в конце концов взял бритву а потом осторожно срезал кожу выпивка помогла унять дрожь в руках руки в руках мыши в пыли даже в моих легких грязь от уродливых грызунов и все время много так вот что у нас получилось за первый кусок кай по идее это одна картина но я здесь вижу фламинго если присмотреться то вот они вот стоит на лапках вот клювик их ней это фламинго непонятные сны а забыл напомнить что это хоррор да 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 хоррор мы же знаем как я люблю хорроры когда же без них так ладно дыши глубоко помни ты профессионал всего несколько первых мазков потом можно питься в стельку что в этом сложного я думал провалится не отражает странно в этом зеркале хотя отражение все в этом стоит ладненько поехали игра говорю сразу темная местами пугающие уже слышите вот этот момент нахнетение атмосферы а здесь все работает как в амнезии то есть мы зажимаем влево вправо вверх вниз в зависимости дом вообще у нас двухэтажный но у нас художник немного псих поэтому возможно различные глюк глюки как вот сейчас ходу мы туда сейчас еще попадем это по-любому так но мы поднялись получается на три этажа вверх посмотрим куда нас это все дело приведет конечно мне кажется никуда хорошему не приведет заперта звук как майнкрафты когда на кнопку нажимаешь знать эту то плитку звук из майнкрафта блин я помню я майнкрафт еще проходил как-то все закрыто показалось что кто-то в окне смысле все двери закрыты ой блять напугал я думал кто-то за дверью стоит смотрит монаты изверг я думал кто-то за мной следит херасики херасики да здесь записки до хера текста ребят поэтому тогда было так и не помню здесь вообще кнопка чтобы герой сам прочел записку или нету ладно уважаемый господин я помню что вы расстроены и сочувствую вам и вашей супруги но я должен катера и герически завид что не желаю дальнейшем получать от вас по этому поводу письма пересадка кожи процедура невероятно трудно и неизбежно связано с риском неудачи заявляя подобное я уверяю вас что я и мои коллеги из с в анны предложили все усилия чтобы гарантировать положительный результат для вашей жены лично я считаю что мы сделали все возможно если брать в расчет степень повреждения тканей вы конечно имеете право на собственное мнение и я понимаю ваше разочарование чего я не понимаю это как в исправлении данной ситуации могут помочь ваши гневные письма которые вы и шлете мне и моим коллегам коллегам как я уже сказал я представляю какой стресс вам пришлось пережить в недавнее время и потому не буду выдвигать против вас обвини если вы возбуждете от потерплю так воздержитесь от любой дальнейшей переписки я прямо вас заявлю что не потерплю дальнейших угроз по отношению к моему персоналу семьи семьи или ко мне самому если захотите прибегнуть к помощи психолога мой ассистент даст вам адрес нескольких специалистов которые помогут вам пережить это трудное время немного знаете если сосредоточиться на тексте и текст немного влаза дает потому что черный фон и на такую ярко беловатый оттенок с уважением и наилучшим пожеланием вам вам и вашей жене уильям x х green доктор медицинских наук да наш художник рисую довольно странные картины о музыка почему остановилась чудесная мелодия дорогая прошу еще немного только дорисую вот эту часть ну не заставляй меня умолять так на этой его жена как я понимаю играла на пенину а теперь непонятно что снесала записи будет много и много всего такого не слушать я не понимаю либо картина просто облезла либо немножечко обгорела странно да вот и мы заходили сюда вышли из той комнаты заметьте что лифт сломался он опустился немножко так четыре двери мы поехали так пойдем на чердак что-то горит заперто иногда можно в обратную сторону пойти там что можно найти блин например я упаду если туда пойду но у нас типа два варианта либо туда либо сюда но если есть варианты то можем пойти туда и туда так ну мы видим просто как горят кресла здесь нужно смотреть то что здесь бывают секретики всякие ну в виде рисунков эту крыс если вы помните у нас уже одна есть на доске начинается что можно быть страшнее чем дети блять только куклы детей так ну здесь немного знаете все логически психологически связано то есть много рассказывается что произошло по по сюжету типа скорее всего художника был ребенок и у него теперь нет ребенка скорее всего был выкидыш на самом деле я не знаю потому что я не смотрел предыдущий типа серии 2018 года так ладненько могут с какой-то вероятностью могут возникнуть фрезы поэтому не обращайте внимание предупреждение следующий список представлены собой из собрания наиболее распространенных симптомов шизофрении несмотря на то что обычно такой гипноз ставят в возрасте 15 25 лет известно что расстройства также могут затрагивать пациентов старшего возраста обратите внимание что данные симптомы характерны не только для шизофрении и должны никоим образом рассматриваться как безусловно доказательство данного недуга чтобы получить точный диагноз обратитесь к квалифицированному специалисту например к психологу или психиатру бессмысленное выражение лица взгляд в никуда да непроизвольные движения мышц на лице да бессонница никогда не замечал странные жесты и позы не всегда такое было неспособность получить удовлетворение от деятельности определенно диперсонализация что это вообще такое я соглашусь с тобой что это вообще такое неуклюжие нескладные движения может из-за несчастного случая склонность гневу разрушительность скорее пассивно агрессивный недостаточно мотивации да суицидальной наклонности и типа знаки вопроса что вообще иметь но как вы видите как вы наверное заметили как ходит наш главный герой он хромает то есть у него что-то с новой в игре если не ошибаюсь у нас три концовки снова я могу ошибаться решайся на что решаться включу свет пускай поярче будет вот минус в игре это очень темно я понимаю что в какой-то степени темнота играет роль но в тот же момент глаза довольно быстро устают большая комната если что наш главный герой так сказать дохера пьет то есть у него есть какая-то зависимость от алкоголя но мы видим у него дохера медали то есть он ветеран каких-то воин так он пока еще туда не пошел странно что в этой комнате ничего вообще нету а ну кроме конечно картины известной которые мы бывали встречали в играх тут много на самом деле таких известных картин ладно пойдемте далее что это было вдохновленный окр дали мне достижения дай у меня некоторых большинство игр на самом деле ли лицензионные ребята по идее был скример но я его пропустил ладно непонятный сейф люди боятся человека козла почему-то упал 165 нам говорят пароль ну пойдемте его откроем а как мне его сделать 100 подождите 165 а что мне 165 типа 1 не не в ту сторону не в ту сторону 1 1 эти забыл 165 да 168 165 165 1 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 4 5 и чё как-то я не врубаюсь как вообще сейфы работают может 100 имеется ввиду теперь 60 обратно 1 2 3 4 5 6 не пойму дайте немного короче разберусь и продолжим хотя ламп плевать просто покручу пока что я просто не понимаю что от меня хотят типа как вообще сейфы работают с такими кодами ламп ладно давайте разберусь продолжим но в принципе мы были правила только нужно было просто в одну сторону крутить оказывается м 100 65 ну а или мне имел с виду не пойму аж ты тупанул подождите 10 60 60 с хуя ли дверь не открывается с хера ли кисть не открывается мой 165 ну может в другую сторону нас было 100 65 не пойму ну типа просто понимаете а то есть мышкой работает а кнопочками нет странно ну ладно учтем так но мы короче продолжаем марша ужасов на ужас на ужас ну типа комната воспоминаний до 6 марта ладно попробую еще раз наконец у меня получилось не немножко поиграть если неловкие брать брать сания по клавишам можно назвать игрой не буду врать я с ума схожу от того что не могу полностью контролировать свои пальцы в любом случае меня тут уже отругал мой любящий муж и сказал что мне нужно отдыхать я знаю он желает у меня лучшего но как он мне станет лучше если я ничего не делаю для этого не делаю я хуже а хуже всего то что я учуяла как от него пахнет спирт спиртным боже пожалуйста только не это только не снова ну ладно отправляемся далее тупые уведомления о нем бесит меня уже я знаю всегда я люблю сверхъестественные именно вещи такие изучать и если меня лампочка лампочка это одно из двух ладно трёх одно из трёх либо у вас хуёвая проводка либо лампочка сейчас скоро сдохнет либо у вас завелись призраки призраки всегда находятся там где мигает свет духи призраки почему ты украшение хочешь это рассмотреть по любому часу часы ударят а а а и чё это раскаленная лава Верёвки, рисунок. Странно, пустая комната. Оу, нау. Это необратимо. Это необратимо. Почему у меня изображения нет? Записки есть, на которые я не мог посмотреть. У-ху-ху. Я смотрю, там хороший мир, да? Ага. Обратно я как... Я вернуться не могу. Окей. Красная ваза. Очень длинные коридоры. Длинные коридоры в хоррорах это всегда плохо. Либо за мной что-то побежит, а бегать я могу... О-о-о-о! О-о-о-о! О-о-о! О-о-о! жалко собачек на превышку можно принципе картины брать вот это воспоминание хороший мальчик дорогая помнишь ты говорила что неплохо вы завести кошку ну чтобы ребенку было с кем поиграть в общем я купил нам собаку вопрос что осталось собакой подожди что-то упало а я вас с вазы не контактировал нет ну ладно психоталлическая на самом деле игра но скримера как вы поняли тут тоже присутствует ты этого хотел нет новую картину никогда великого художника осмеяли в галерее то что мы сегодня увидели хоть не имеет совершено никакой ценности в художественной плане возможно будет любопытно изучить псих психологом такие резкие слова мы услышали ни от кого иного как от джейсона хьюса знаменитый критик одним из первым оценил работы его похвала способствовала его потрясающему успеху когда вы спросили заслуживает ли картина такой глубокой критики особенно в свете недавних трагических событий хьюс ответил наша работа крыти критиковать искусство а не осуждать художника это человек недавно прошел через многое это видно на нем сказалось и все же если мы промолчим и притворимся что можем хоть и с натяжкой принять подобную работу это сослужит плохую службу самому художнику остальные критики были чуть терпимее потому как и так я еще пытаюсь найти записочки крысины и вот эти но еще не одно ой привет привет ты хочешь чтоб я посидел или ты хочешь поехать ну смотрите кресло испачкана в краске значит за мной ходит призрак красочный призрак так что у нас тут надеюсь все были заперта да хорошо почему нас еще не напугали эту дверь видел показалось дайте куда я поворачиваюсь там еще одна картина а ничего тут маленькая картина и мыши типа по факту мы сами выбираем до куда мы идем я немножко знаю как получать концовки концовки чисто зависят от того что мы будем делать если мы хотим получить плохую концовку да то нам нужно всегда идти за крысами если мы хотим хорошую концовку нужно идти постоянно от крыс но есть еще концовка а помните когда мы поднимались на лифте мы видели призрака к призракам нужно всегда подбегать и ты пойди идеальная концовка давайте пока что будем просто бежать только за против крысы за девушкой по факту здесь наши выбора он влияет то есть как я уже сказал что мы делаем то мы получаем если хотим одну концовку нам просто необходимо ходить за крысами 2 против крыс 3 ходить против крысы и к нашей жизни это призрак это благодарю как раз хотел проветриться не знаю видите вы хотя бы что-нибудь в этой кромешной темноте как вероятно что-то произошло это ветер не беспокойтесь это всего лишь ветер нужно не может напугать обычный ветер так ребята ладно значит нам нужно идти куда я дул ветер так вижу ключ конечно же мы все идеально видим бутылки ключ забрать можно там кто-то идет к нам по ходу полигурка ну да да это так она уходит так пойди все что здесь было мы изучили странно что здесь много запитаться которые мы в принципе можем взять я за нами следит за нами картины следят трость этот дом просто восхитительно но эти ступеньки если переедем то с моей ногой тебе придется носить меня в спальню на рубка окей трость как трость но зато теперь у нас есть ключик а у походу мы закончили комната ожидания так если в первой серии помните здесь были бутылкин и они нас напугали дорогая ты что еще удумала разве врач не запретил тебе напрягаться оставь инструмент в покое он никуда не денется скрипочка почему не отображаемся не понимаю у меня отображение стоит что у вас нет хорошего варианта Продолжение следует... Как вероятность, скорее всего, мы пришли в дом, он походу сгорел, потому что третий этаж горел. Скорее всего, мы просто ходим уже в сгоревшем доме, потому что, видите, типа, все поблесшее. Мне понадобилась банка и пластиковая трубка. Я откачал воздух, я знал, как это сделать. Я вставил трубку в вену и стал высасывать воздух до тех пор, пока в рот не потекла кровь. Потом я поместил трубку в банку, и кровь полилась в нее. Всю ночь я чувствовал во рту привкус меди. Почему я не подумал о шприце? Ну, вы поняли. Он использовал свою кровь как краску. Да, видите. Стоп, а как мне... Так, перемотаем. Назад Что-то хочет поменяться, я не знаю. Тут еще что-то... А-а-а... Ну ладно, хотя бы все более-менее. Я не вернулась. Ой, а кровать все равно потекла. Ладно, думаю, надо отсюда сваливать. О, все, мы прошли со мной эпизод. Вот, видите, вот, я отображаюсь. Вот он я. Я бородатенький такой. С бакенбардами. Ну, не смотри на меня так. Это помогает мне сосредоточиться на работе. Не более того. Ну что, давайте тогда, думаю... А, сначала нарисуем. Так, из фламинго у нас получилось... Что у нас получилось? Хотите сказать... Я не нашел картинку. Так, листвы стало меньше. Бумаги. Не могу тебя видеть в таком состоянии. Ты же болен. Ты потеешь. И дрожишь всю ночь. А теперь посмотри, к чему это тебя привело. Заперся в мастерской. Как и всегда. Прекрати нести эту чушь об измученном художнике. Ну что, давайте смотреть, что у нас по картине. В принципе, у нас немножко картина... Стала более непонятной. Похоже, как... Либо это дерево, сгоревшее внутри, типа ствол. Дырка. Либо это пещера. Не поймешь, что на самом деле это. Если есть художники у меня, давайте скажите, что это. Ладненько. Туда-сюда. Давайте, короче, заканчивать. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Всем удачи и всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.